Для реабилитации пациентов, для крупной и мелкой моторики. Восстанавливают руки и ноги участники СВО, в том числе пациенты с миновзрывным ранением, проходят реабилитацию на высокотехнологичном оборудовании в Алтайском госпитале ветеранов. Улучшает координацию, стимулирует различные нервные окончания. Оборудование направлено на нейропсихологическую реабилитацию, оборудование направлено на физическую реабилитацию, на восстановление утраченных функций конечности. И оборудование физиотерапевтическое, которое также будет работать в комплексе с аппаратами физической реабилитации. Занятие на тренажере длится 20 минут. Обязательный курс не меньше 10 сеансов. У меня больше использовалась физиотерапия, плюс физические тоже были. У меня больше кардио, так как у меня спина, я больше на кардио, велосипеды. Вот эти все. Вот это мои. Ну, плюс еще тоже были упражнения там физические, ну, растяжки все вот эти. Чувствуете улучшение? Да, конечно, а я уже к выписке все, уже все отлично себя чувствовал. Часть медицинских приборов приобретена на средства краевого бюджета. В мае прошлого года губернатор выделил почти 7 миллионов рублей на реабилитацию пациентов. И сегодня в ходе рабочей поездки глава региона оценил уровень оснащения госпиталя. Мы выбрали то, что используется то оборудование, которое в госпиталях федеральных центров. Мы уже равнялись на них, смотрели, поскольку у них большой опыт и большие наработки. С учетом этого мы вот и как бы отобрали для себя, для закупа. Мы технически переоружаем себя? Планируем расширять или достаточно того персонала? На сегодняшний день пока достаточно. Мы вот дополнительно в связи с открытием нашего отделения реабилитации, мы приняли врача по лечебной физкультуре, мы приняли инструктор по ЛФК, реабилитолог. До конца года в стенах учреждения появится несколько современных медицинских комплексов для восстановления двигательной активности у пациентов. На это выделено свыше 30 миллионов рублей в рамках федеральной программы. Добавим, что в госпитале ежегодно проходит лечение больше 6 тысяч ветеранов. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком.